Всем привет! Сегодня у нас в гостях привет с Меловин и победительница конкурса Королева Украины 2018 Яна Лаурина Чута. Всем привет! Вопросов пришло очень много, но я думаю, мы начнем с главного повода. Это клип, который называется «Ты». Считай, такой вопрос приходил. Привет, Мел и Яна. Я знаю, что клип снимался более 20 часов. Как вы потом отходили от такого перенапряжения? Ну, расскажи, кто отходил. Потом я продолжу, кто отходил. Был ли у вас стресс, когда вы были на съемочной площадке? У меня стресс был, потому что это первый мой съемочный опыт. Ну, съемочный опыт не первый, но такого большого клипа для меня это вообще фильм был. Особенно почти сутки по времени очень тяжело. Но на самом деле первое время я волновалась, а потом я настолько вошла в восторг от этого процесса, что мне уже все давалось легко. Ну, и отходила, и это, соответственно, тоже легко. Поспала несколько часов. Тебе, кажется, еще время неправильно, да, сказали, сколько будет сниматься клип? Ее обманули. Ее обманули, чтобы было ей легче, и она не переживала. Мне режиссер сказал, что съемка будет часов 10. 12? Да, 10-12 часов. А я подхожу к Яне, как всегда. Я всегда порчу всю малину всем вокруг. Я спрашиваю, Яна, ну, ты уже готова, да, к большой длительной съемке? Она говорит, ну да, к 10 часов. Я говорю, какие 10 часов? Там будет более 20 часов. Ты издеваешься? Ты сейчас реально говоришь, что все. Я думала, люди шутят, и люди надо мной издеваются, они меня пытаются как-то ввести в заблуждение. Я так рассчитала, 10 часов буду дома, приму ванную, лежу встать, все оказалось иначе. Все пошло не по плану. Не так, да. Тут какой-то стресс вы чувствовали, да, на съемочной площадке? Конечно, очень много людей. Когда идет фотосъемка, людей меньше. Даже можете сейчас сказать, что я принимала участие в конкурсах, там большая толпа, огромная, более 2000 людей, по-моему, было на международном. Но я их не видела. Били сильно софиты в лицо, я никого не видела. На съемочной площадке очень тяжело сначала. Ну, а мы в конце стресс запили шампански. В конце все стали больше снимать, да? Хорошо. Запили прекрасно с Милангульской или Просеко, не знаю, что это было. Но его подпили хорошо. Но стало очень весело. При том, что реально был большой стресс для меня тоже, потому что у меня всегда с крайностью в крайность. У меня либо я снимаю клип, когда на улице минус 50, либо когда плюс 50. По серединке ничего не бывает. Мы, естественно, как-то так, чтобы не засыпать, пили себе вино, вино, вино. И поняли в итоге, что вино не помогает, и помогло им просто игристые. То есть это было очень жарко, да? Да, как в самом. Безумно жарко. Оно еще в костюмах. Это было в платье. Я была, да, в платье. Мне кажется, ей было не так жарко, как всем остальным. А я была у вас, поэтому... Знаешь, возможно, это было одинаково. В порядке 10 градусов, да. Да, но так у нас были брюки, вот эти вот, знаешь, школьные брюки, которые постоянно колятся. Школьные вот эти вот брюки, рубашка, сверху пиджак, еще кожаные туфли. И тебя это все парит на месте. Я на каких-то кадрах просто уже обувь откидывал себе просто под стол, чтобы хотя бы как-то было не так же. Я это пропустила, кстати, откидывала. А ты же не знала, а зачем тебе это было заглядывать? Да, почему меня башмак не получилось в двух разах. Ну, нам еще вырубали вентилятор. Специально вырубали, потому что дым развеивался, и это было не очень хорошо. Наоборот, развеивали дым, потому что большой сгусток дыма был не по плану. И мы страдали из-за этого. Короче, страдали мы долго. Но у меня была своя фляга, мне было всегда хорошо. Ты даже расскажешь, что там? Ну, там было, наверное, виски, мне кажется, лером. Вопрос часто приходил, кто занимался поиском девушек и на главную роль? Да мы все команды. Мы искали в Инстаграме, мы перелистывали сотни страниц девушек, красивых девушек. Иснули сразу на Яне. А когда узнали, что она еще и победительница конкурса красоты, так мы вообще обалдели, сказали, все, мы остановились. Не хочу больше ничего искать. То есть сделали выбор вы, да? Да, он был очень быстрый. То есть выбор стал даже не выбором, а просто подтверждением по факту. Наверное, еще выбирает режиссер, потому что когда я шла на собеседование, я была одна, то есть я не знаю, звали кого-то еще или нет, по одной девушке. Я думала, что у меня очень много конкурентов, я тоже волновалась. Мне начали рассказывать про роль, и я думаю, что Тарас, как режиссер, настоящий профессионал, он все равно смотрит, насколько девушка подходит для этой роли. Я думаю, что актерские данные тоже сыграли. А сколько девушек было желающих? Не было желающих. Мы выбрали Ян, она была единственной, она об этом не знала. А я об этом не знала. Она как раз на личном разговоре уже с режиссером, это уже было без меня. Я сказала, вот это вот идеально подходит девочкам на роли, а дальше уже без меня. Я и так знал прекрасно, что она хорошо играет. Мы так говорили и говорили, и Тарас, я думаю, макияж ляжет хорошо. Я думаю, о, хороший признак. Вас на улице не узнают случайно? На улице меня не узнают. И иногда парик надеть, тогда узнают. Иногда засматриваются люди, вот мне недавно на спелочном поле очень долго делали мохито, девушка делала, делала, и она просто застыла. И я уже говорю, что такое, давайте я вам помогу. Сделать мохито, я сама уже сделаю. Ну, а вообще парик, он же совершенно другой, он меня меняет сильно, поэтому тяжело. Буду иногда одевать, выходить. Если вы еще в парике, то все, выходить нельзя. Так, спрашиваю, что ты хотелось делать в клипе, что режиссер не разрешил? Или все было по плану только? Как создали? Нет, мы там импровизировали, вообще даже. А что на пример? Ребята, что некоторые кадры не вошли у нас. Помнишь, что мы танцевали прямо воздустенки? Да, старые. Да, не вошли в кадры. Ну, так, естественно, был план, была. Там режиссерская задача определенная, но мы там очень много все дополняли. Или даже сами там стояли, придумывали движения, потом с нами вместе их разучивали. Но это не вошло в кадр. Я думаю, если бы клип был 10-15 минут, тогда все бы поместились. Люди увидели, как мы дурачиться можем. Очень. Кстати, тут интересовались, пистолеты и деньги в клипе были настоящими? Деньги настоящими, конечно. У нас был общий семейный бюджет в время клипа. Просто мы так перешли в чемодан. Не перешлете никому после этого. Такие, знаете, Ян, нам нужны деньги в чемодан. Давай ты немножко принесешь, и я принесу. Ну, положили в чемодан. У нас хорошие гонорары. Да, скинулись. А пистолеты, ну да, настоящие были пистолеты. Главное, вовремя было не выстрелить. Кстати, тут спрашивали. Я думаю, что много кто из нас спросил, что происходит в конце видео. Ты застрелил, она втекла, ты берешь гроши и все же много. Только достали пулю, вот замазала, замазала. Концовки же не было. Ничего не было. Это огромный вопрос как раз для аудитории. Они могут сами продолжить себе реализацию этой истории, сами придумать себе концовку. В этом была и наша задача. Кто-то скажет, что я сделал, ты выстрел. Кто-то скажет, что нет, мы потом помирились, пошли бить кофе. И разделились все эти деньги. Поэтому это уже задача зрителя. Определить, какая будет для них концовка. На самом деле мы съездили, отдохнули здесь. Те, которые были в клипе. Купили дом на Мальдивах. А что было в клипе, это... Как вы бы сами это думали? Я никак вообще ничего никогда не думал. Я очень миролюбивый человек. Я бы додумала, что все было хорошо. А я вообще об этом ничего не думаю. Я, видимо, не такой миролюбивый человек. Но я всегда даю возможность зрителю выбрать концовку. Особенно, когда есть такой вот клип, на этом был сделан акцент. То только зритель. Выбирает. Представляет, выбирает. Все равно вам кто-нибудь ничего не скажет, как на самом деле все закончилось. Кстати, вы считаете себя азартными игроками? Потому что там играли в карты. Я в шоу-бизнесе, я уже азартный игрок. Я, да. Я не. Яна, прости. Это уже азартная игра. Ты всегда можешь быть проигравщим, можешь быть в большом куш и выигрыше. Поэтому ты, конечно, азартный. Но не в играх просто, не в автоматах. Я азартный свой. У меня есть азарт в моей работе. Вот я, например, когда выбираю какую одежду сшить, я очень вхожу в азарт. Я ищу самая красивая, самая лучшая, самая лучшая модель и самую лучшую ткань. Но вот все, что касается казино, например, игр карточных, я считаю, что люди просто зря тратят деньги, время и это заканчивается очень плохо. Я знаю такие случаи. У меня нет ассоциации слова просто азарт с играми почему-то. Наверное, потому что я их не люблю. У меня азарт это прям охота, не знаю, рыбалка. Это азарт. То есть дети не играли в карты на деньги, на раздевание и так дальше. В карты я играла очень хорошо, кстати. Больше всего я просто... Да, ни на что. Ни на что, да? Ты не играешь на деньги. Я тоже не играю на деньги. Я играю на жизнь людей. Как было в клипе. Нет, на самом деле я больше люблю просто делать какие-то фокусы. Ну вот это все с картами. А ты играла в фокус? Нет, не играла. Я играю. Хорошо. Мелон, вам вопрос. Ты говорил, что тебе не важна внешность девушки. В то же время ты берешь на съемки клипа «Королева Украины». Значит, тебе важна внешность? Добрый вечер. А мы куда же выбираем человека? Во-первых, это визуализация, это картинка. Это то, что будут видеть миллионы зрителей. Мы что-то туда будем брать человека за внутреннюю какую-то красоту и прочее. Конечно, все важно, когда, например, я реально считаю, что это моя первая героиня клипа, когда я настолько доволен не только внешностью, когда мне было интересно с тобой общаться. Мы там смеялись, мы там шутили, бегали, наливали там, что-то, короче, это было все очень весело. Я думала, что меня взяли за внутренний мир. У тебя взяли за внутренний мир? Яночка, все равно. Нет, что нет. Конечно, взяли за внутренний мир. Но при этом всем у нас есть картинка, есть клип. А у нее получилось так, что у нее огромное-огромное комбо внутри. Это же вообще прям дабл. Комбинация. Дабл-трабл. Это было очень круто. У нее не только красота, у нее очень много внутренних качеств. Спасибо. И то, что не хватает многим женщинам и девушкам, это юмор. Хороший. Короче, мне нужен вопрос, чтобы я много хорошего рассказала. Любимый черный юмор. Вопрос от Кати. Как вы реагируете на то, что вас называют парой? Как мы относимся? Я вообще считаю, что у нас демократичная страна, и все должны говорить то, что думают. Прекрасно. То есть вам часто такое говорят? Говорение после клипа, например. И пишут, и сообщения оставляют, и уже и домой приносят мне письма. И угрозы оставляют. А ира вам скорее всего угроза, да, Девана? Ну, не, бывает нехорошая. Слава пишет. Похлониться малориным, да? Не обращаю внимания. Я уже очень спокойно к этому отношусь. А я уже спокойно на протяжении всех этих лет. Мы хорошо относимся. Демократия, свободный выбор. Свободная страна. Так. Вопрос Яни. Знали ли вы о меловине раньше? Слушали музыку? Ну, конечно, я знала раньше. Но до Евровидения, скажу честно, нет. Исфорта не смотрели, да, значит? Нет. Я дело в том, что телевизор, в принципе, не смотрю. И всякие шоу тоже не смотрю. Всякие шоу. Но вот Евровидения я просто считаю свои обязанности. Я смотрю каждый год, смотрю отбор, принимаю участие в отборе. Голосовала за Мэла. Ух ты! И поэтому о нем я узнала именно тогда. Приятно. Спасибо. Еще мой вопрос, Яна. Зачем вы принимали участие в конкурсе «Королева Украины»? Планируете ли вы еще принимать участие в подобных конкурсах? Или в конкурсах не завязали уже? Нет, в конкурсах не завязала. Зачем я принимала участие? Ну, это очень такой обширный вопрос. Это, наверное, по тому же, почему я пошла в модельный бизнес. Почему я связала свою жизнь, в принципе, с этой областью деятельности. Я думаю, что это какие-то детские комплексы. Потому что в модельный бизнес я пошла в 13 лет. И мне в моей внешности не нравилось очень много. Мне не нравился мой рост, мне не нравились мои волосы. И когда я пошла в этот бизнес, я с этими комплексами справилась. А конкурс красоты, наверное, еще какая-то следующая ступень. И я сейчас чувствую себя увереннее. И это касается не только внешности. Я понимаю, что я многое могу преодолеть и победить. И это был очередной взятый мною барьер. Какие предложения были поучаствовать в каких-то конкурсах? Конечно. У нас очень много конкурсов. Но дело в том, что я считаю, что у нас в Украине есть ряд конкурсов. Королева Украины, Мисс Украина и Мисс Украина Вселенная. Вот три основных самых главных конкурса, в которых лучше всего принимать участие, как по мне. И после них в остальных уже не имеет смысла. Почему ты подписался в таком-то друзей в Инстаграме? Даже от кумира. Ты начал следить за Яной. Ты влюблен? Потому что я имею на это право. Второе, потому что на самом деле я и так с друзьями слежу. Если я на них не подписан, ты не знаешь, что я за ними не слежу. Во-третьих, я их вижу каждый день вокруг себя. А Яна я вижу не так часто. Поэтому я подписался, чтобы следить ближе. Следить за мной. Карабуль то. По подъезду. Да? Так, Соломія запитывает. Какой самый удивительный случай с тобой на корпоративе? Чуть не в тему вопрос. Найдивительный случай? Какой запомнился больше всего? Я думаю, их много было, да? Ну, их много. Просто прям такой самый удивительный случай. Я думаю, наверное, когда ты выступил, тебе деньги не дали. Ну, целый крайне удивительный случай. Да, было такое. Но потом мы все нормально. Мы разобрались. Отправили наших людей поговорить. А, не знаю, когда с той подглядом, не знаю, там где-то... Как вот было на последнем у нас мероприятии. Это было в «Привом Роге». Это была открытая площадка. Хотя мы чего-то думали, что это прям закрытый корпоратив. День металлурга. И девушка взрослая, у которой есть ребенок, которая абсолютно такая состоятельная, состоявшийся человек. Она засунула телефон в... как он называется? Нет, это не ангарчик. Это был шатро, типа шатро. Моя гримерка. Она засунула телефон и сняла видео, вложила его в сеть. Ну, боже. Да. Какие гибкие руки у девушки. А там надо гибкости рук. А там надо просто мозг надо иметь. Вот и все. Ну, таких историй, наверное, много, да? Ну, это была самая такая, знаешь, она такая была для меня очень неожидаемая. Неожиданно. Ну, короче. Я такого точно не ожидал. Шокий. Да, я просто такого могу ожидать от фанов, которые им очень интересно, им нравятся. И как бы я на них даже за это обиду, наверное, не буду выдержать. Когда взрослый человек, который при этом зашел в гримерку и сделал фото, налицемерил мне в лицо, что мы с тобой следили, любим, тебя обожаем, а в комментариях написал, ну, я, честно, вообще его не знаю. Мне вообще пофиг, кто он там, Мэллоуин, Мэллоуин, ну, хоть Калинка-малинка, но все. Ради хайпа, да, сделал? Ну, да. Ну, просто очень жаль для двух людей. Ну, я тебе желаю счастья. Так, вопрос с Яни. Мэл смущался во время съемок? Если да, то какая сцена для вас двоих была самой неловкой? Ну, Мэл во время съемок не смущался, может, я этого не заметила. Это я не заметила. Он уже, мне кажется, и певец профессиональный, и актер тоже. Тебе кажется. Самая сцена, которая смущала, ну, наверное, там, где мы находились очень близко, и у нас было какое-то взаимодействие, вокруг было очень много людей, но это так было очень неловко. Ну, для меня еще была очень сцена такая тяжелая, когда уже в конце съемок на 20 каком-то часу мне нужно было в него как бы выстрелить, ну, и вообще вот холодное оружие, и направить его на человека. Я просто по натуре очень добрый человек, и она такая совсем не способна, даже, мне кажется, просто пистолет спать. Ну, вы сразу видели, что я нам никогда так не держала, агрессии на людей не таила, у меня было сразу все очень быстро. Я в тире стреляла. А, да? Да, так что я бы попала, если что, очень редко. Лидишь не в людей. В общем, это была очень тяжелая сцена, и еще тяжелее было, когда я была очень уставшая уже, и мы так хорошо повеселились, подурачились, и тут мне говорят, ты должна стрелять, стрелять, а потом у тебя осечка, и ты удивленно смотришь на пистолет. Я посмотрю на этот пистолет, и я не могу удивиться, и меня уже подозвал к себе Тарас, наш режиссер, и говорит, Ям, посмотри на этот кадр, ты не удивляешься. Это было тяжело. Лиза спрашивает, ты как-то упоминала в одном интервью, что всегда носишь в кармане бусы бабушки, на концерте не с тобой. Это очень важно было, это уже устарело очень. Информационисты лежат дома, в хорошем месте. Ты часто задаешь вопрос по планике вашей? Да, часто. Вы с собой их не берете, да? Нет, это уже очень старая вся история. Сейчас она достаточно. Мне ничего не надо с собой брать. Очень много вопросов по поводу вашего нового альбома. Скажите, на каком этапе, когда презентация в Атласе, кстати, будет? 20 октября в Атласе будет презентация, и ты будешь, да? Да, конечно. А я сказал, чтобы ты сразу дату себе забронировал. Вот, 20 октября в Атласе будет презентация альбома «Оксупус». На каком этапе? Ну, уже на этапе, по сути, подготовки промо к нему. Плюс мы сейчас сделали адаптацию песен из альбома на украинский из сериала «Новенька» на «Новом канале», где он выступил как композитор. И тут сейчас есть сложность релизов, потому что там раньше выходят. На «Новом канале», например, это песня в дубляже украинского языка. Потом нужно разобраться со временем и сделать релиз английской версии, и так, чтобы тоже не состыковывалось вместе. Поэтому он уже готов, да. Мы просто ждем уже, готовимся к шоу. У нас очень много репетиций, и после этого интервью мы едем дальше работать. Поэтому много всего сейчас. Альбом только будет в интернете? Или все-таки на носителях тоже будет? Я не знаю, будет ли на носителях. Или это неактуально, наверное, да? Это актуально для фанов. Это не актуально, чтобы прослушать прям просто человеку, это актуально для фанов, потому что им важно держать его в руке, чтобы можно было принять консерты, чтобы на нем можно было поставить автограф и такое. Поэтому мне бы хотелось сделать, возможно, винил или еще какие-то диски. Это просто такая фантазия. Мне нужен билет на презентацию. А тебе нужен билет? Нужен. Питание для Яны. Что больше тебя удивило? Мне очень приятно удивило его отношение к людям. Несмотря на то, какой он сейчас актер, певец, звезда, у него очень много фанатов. Тем не менее, у него есть такие качества человеческие, которые я ценю в людях прежде всего. Он уважает каждого человека. Можно я по пунктам? Когда они будут говорить, что я ужасный звездонутый, я буду показывать списочек. И в конце это сказала Яна. Да, очень искренний, добрый, открытый человек. И всегда готовый прийти на помощь. Несмотря на то, что он говорит, что он такой весь жесткий. Я считаю, что эти качества, они прежде всего играют роль в том, какой человек, то, чем он занимается, насколько он знаменит, насколько он крут и богат. Потому что так всегда происходит с хорошими людьми. Так, Лана спрашивает. 8 августа в Одессе ты снова встретишься с Нино Катамадзе. Подойдешь к ней? Думаешь, она тебя помнит? Да, я буду 8-го числа на рандеру Лайму Вайкуле в Одессе. Это будет впервые ее встреча музыкальная в Одессе. Очень волнительно, очень большое количество артистов. А, конечно, с Нино поздоровай, если мы будем видеться в момент, пересечи-пересечемся, конечно. Я очень ее люблю, да. А вы после проекта больше не виделись? Нет, мы не виделись, конечно. У нее очень много своей работы, чтобы мы еще пересекаться успели. Вы на концерт ходили? Нет, не ходили. Я вообще редко на концерты. Я чаще люблю ходить на концерты свои, чтобы я при этом не на сцене стоял. А так не очень. Ну а на тебя? Я пошел. Да? Но это не тот момент. Да, я пошел. Вы еще пока не были на концерте? Просто этот вопрос каждый год задают на концерт. Да, да. Уже ближайшие три года, мне одно и то же, а я никак не буду поехать. Я была. И как вам? Вы передаете свои эмоции от концерта. Понравилось? Мне очень понравилось. Да, шоу классно. Выявите девочку, пожалуйста, из этого. Шоу супер. Блин. Нет. В конце такая была песня, чтобы проследить. Почему? Прости. А еще вопрос про альбом. Будут ли песни на украинском языке? В украинском языке. Опять же, адаптации будут уже сделаны для нового канала. Там уже будут слушать украинские версии песен. В самом альбоме, я так понимаю, будут только песни «Ты» на украинском. Пока я ничего еще не буду говорить. Потому что у нас есть два варианта песен. Либо я его оставляю, либо нет. Альбом готов, но мне нужен теперь его. Короче. Скоро. Как ты относишься к травле Леди Гаги поклонниками Ирины Шейк? Это классный хайп получился. Для всех? Конечно, для всех. Даже я туда зашел этот хайп и написал в комментариях фразу из песни для нового сериала «Мама, я на хайпе». Поэтому, ну, прикольно. Зато там миллион комментариев. Я думаю, она, я уверен, умная женщина, аж не читает это вот все. Она даже не понимает то, что я ей пишу на русской музыке. Я до сих пор ничего не написала. Да? Парай, парай. Успей. Успей, пока хайп не закончится. Да, да, да. Спрашивает. Вже придумал матерную версию песни ты? Нет. Я больше с кем не занимаюсь. В прошлом, да? Зачем? Короче, у меня такая была фишка. Мы когда писали песни, я начинал переводить их на матерный язык, чтобы просто прикаловаться в команде между друзьями. А сейчас такое не делаю. Я слишком стал серьезным артистом. Наше видео не подойдет под матерную версию. Нет, не подойдет. В далеком будущем можно издать целый альбом, да? Возможно. В стиле шансон. Современный Сергей Есенин. Угу. Вопрос к Ксюше Яне. Кто ты по знаку зодиака и веришь ли в то, что дата рождения влияет на судьбу человека? Какой неожиданный вопрос. Не знаю. По знаку зодиака я весы. Влияет ли дата? Скорее всего я в это верю. Потому что я верю во многое. И вы же одновременно отвечает на него. Ну, кстати, весы, они все время такие по своей натуре колебающиеся. Такие вот все время не могут принять решения. У меня с этим нет проблем. Поэтому весы на меня, видимо, не так сильно влияют. Слава Богу. Кстати, недавно совершенно я была на дискотеке. Ко мне подошел человек. И он говорит, я астролог. И я сейчас определю по какой-то знаку зодиака. Он определил. Он час понаплодал за моим поведением. Да, угадал. Ой, я тебе расскажу, как он это сделал. Легко тебе расскажу. Заходит человек, верь тебя. Боже, это же Яна. Так, подожди, как же красиво подкатить. Угу. Я астролог. Так, телефон Яна. Мисс Ля-ля, королева Украины. Кто по знаку гороскопу? Кто она? Ммм, весы. Ты весы. Все, тайна раскрытая. Больше я не верю в астрологию. Все. Красиво. Я просто тоже так делал. А, да? Может это ты был? Нет. Хорошо. Я не хожу в клубы. Лиза спрашивает, почему в этом году так мало сольных концертов? Почему так мало сольных концертов? Надо спросить у концертников, почему так мало сольных концертов. Потому что очень много работы над альбомом. И лучше сделать альбом и поехать уже в большой тур, нежели заниматься чем-либо другим. Ну слушаю, их не было так прямо мало. Их было достаточное количество концертов. Наверное, не считали. Да. Вообще в этом году очень много концертов. Просто, наверное, фишка в том, что они именно не мои сольные, а я очень много к делу приглашал. Туда хотят еще увидеть больше. На фестивале, да? Да. Очень много фестивалей. Очень много всех мероприятий. Но не сольники. Несколько раз приходил по поводу выступления на Черноморских играх. Понравилось, не понравилось? Какие впечатления? Понравилось ли мне? Да. Безумно. Уже себе еще водой в конце прямом эфире облил. Устроил шоу на сцене. Залил аппаратуру. Работала? Нет, работала, рабочая, слава богу. Я переживал за свой микрофон. Туда затекла вода. Оказалось все прекрасно с моим микрофоном. Ему не сильно страшна вода. Я выливал туда воду, все затекло в микрофон. И в прямом эфире был звук такой. Ну, на Луку наорали, на концертника. Мы не просили вас здесь сцену разламывать. Но меня любят, видимо, и не сделали мне ничего плохого. Простили меня и поняли. Зато микрофон проверенный теперь. Проверенный теперь, конечно. Кроме моего телефона, который я утопил. Да так, микрофон проверенный. Яна, вам пару раз вопрос приходил. Яна, расскажите о своем парне. Коротко и ясно. Мне очень нравится мой парень. Я влюблена в своего парня. Коротко и ясно. Спасибо. Хорошо. Хорошо. Марина спрашивает. Ты говорила ранее, что планируется дуэт с кем-то из украинских артистов. И он будет в альбоме. Так будет или нет? Посмотрим, увидите. Скоро выйдет, и вы увидите. Есть ли там этот дуэт или нет. Переживают очень сильно. Часто приходил вопрос. Знаком ли ты лично с президентом Украины Владимиром Зеленским? Я? Нет, я лично не знаком. Это, наверное, связано с тем, что могли пересекаться на концертах. Ну да, в квартале. Нет, для меня не пересекались никогда. Как ведущий он часто же был. Нет, я только видел просто первую Лидию на женском квартале. И то абсолютно издалека. Но я не знаком. Это в Одессе, да? Угу. Предлагали ли тебе сниматься полнометраж на фильмах? Мне? Да. Предлагали. Я уже часто в чём-то вопрос. Я никогда не могу найти то, где я хотел объясняться. У меня самая главная вещь и в музыке, и в любом-любом проекте, и вообще в целом творчестве. Я хочу потом сделать то, чтобы я сам смог это купить, приобрести, либо скачать, послушать, либо посмотреть. Чтобы я сам был заинтересован. Пока что такого не было. Вот я согласился на сериал, и то согласился на композиторство. Там, я так понимаю, будет один маленький эпизод со мной в сериале. Но это потому, что это было очень интересно и забавно. Когда это поступает идея с моим каким-то внутренним плюсиком. Мне это нравится, конечно, я соглашусь. Пока что такого ничего из полнометражных фильмов не было. Ну какой бы жанр, например, фильмов? Какого рода? Вам ближе всего? Ближе всего, чтобы я там сыграл? Не знаю, наверное, в комедии какого-то подонка англезавца. Такого, знаешь, не... Какого-то мажора я сыграл бы. Такого ребенка-мажора. В принципе, тем, кем я раньше никогда не был, вот того бы я и сыграл бы. Фильм ужасов с пилотом, например. Не знаю, мне кажется, что фильм ужасов я бы хотел именно срежиссировать. Наверное, не снимать все. Меня не зови участвовать. Я боюсь фильм ужасов. Скажем, у меня такая идея пришла для фильма такого вот, что... Я сам рассказал им идею, и мне само началось... Становится плохо. Неделю не спал ночью, да. То есть вы себя не видели, да, в ужасах? Нет, нет, нет. Я их даже не смотрю никогда. Драма, комедия, вот все доброе, газетивное. Сериал, например, какой-то там любовный. Сериал может быть там. Ну, мне кажется, что в сериалах играть тяжело. Я не знаю, я никогда не спрашивала у актеров сериалов, но если очень долго быть в одной и той же роли, мне кажется, это немножко обременяет. Я не знаю, я не уверена. У меня, кстати, часто приходят предложения принять участие в кастингах, но почему-то от американских и от европейских каких-то скаутов. Не знаю, от наших как-то не слышно, но я побаиваюсь все-таки за границей. В смысле? Главное проверить. Побаиваюсь немножко. Нормально? В смысле вы баиваешься? Я уже поехал к полицию. Ну, просто чужбина, чужие люди, иностранцы. Замечательные все свои. То есть пока в Украине, да, только? Пока в Украине. Пока я в Украине не снимаюсь нигде. Что, холостяк звали вас? У меня, кстати, приходило, по-моему, сообщение в Инстаграм или где-то в Фейсбук принять участие в кастинге. Я пас точно. Вот в таком я принимать участие не буду. То есть не ваш формат вообще, да? Для меня это вообще не естественно и неприродно, когда очень много девушек соревнуются за мужчину. Во-первых, я не верю, что там у них есть какие-либо чувства к нему. И я не верю в это. Ксения запитывает. Найемоционный момент для тебя, связанный с фанами? Найемоционный? Да, каждый момент, когда я встречаю. Каждый момент, когда я делаю периодично. И я не понимаю только одну... Я не знаю, чем плачивать. Из-за того, что я понимаю, что я могу писать музыку, и я могу опять заверить эти встречи, концерты. И больше ничего. Они делают, мне кажется, гораздо больше, чем делаю для них я. Поэтому я рад всему. И вообще... А не самому причину. И фаны часто обижаются, когда они делаете селфи, например, после концерта или не успеваете там вдруг? Да, всякое бывает. Это же человеческий фактор. В любом случае все будут обижаться. Я же не могу разрываться прямо на всех, на каждого человека, который хочет и ждет. Есть еще свои какие-то планы. Ты куда-то спешишь, куда-то опатываешь. И круто, когда люди это понимают, когда они не обижаются на тебя. Они понимают, что Мэлу нужно быстро уехать. Что Мэлу нужно уехать именно сейчас, потому что он сейчас набежит еще больше людей. И он потом вообще не уедет. А есть тайлинг, есть время. Есть свои обязательства перед командой. Поэтому, кто обижается, не обижайтесь. Просто многие фаны, особенно дети, не думают, что у артиста началась звездная болезнь. Что они не делают селфу, потому что корона, как сказать, на голове. Так все могут думать. До конца жизни моей могут так думать и все говорить. Это люди, которые на что-то обиделись. Но больше это дети, на самом деле. Тем более. Но обижаются больше не дети, а их родители, например. Чем дети. Дети увидели тебя и счастливы, а родители начинают выдумывать какие-то сказки про тебя. Например, бежишь ты в гримерку весь мокрый и слышишь там фразы, почему ты не сфоткался, почему ты... Опять же, и опять же, не от детей. И опять же, не от моих фанов. Просто взрослых людей. Вот, посмотри, он бежит со сцены, даже ни с кем-нибудь не сфоткается. А ты мокрый. Ты весь мокрющий. Ты сейчас человека обнимешь, и он будет тоже весь мокрый. Тебе нужно с этим гримерку. Тебе нужно вытереться. Тебе нужно время отдышать. Тебе нужно выпить воды. Это все человеческие факты, на которые люди либо обижаются, либо нет. Но это проблемы людей, но не артистов, которые хотят к вам быть, но хотят элементарно привести себя в порядок. Ничего там страшного нет. Так, спрашиваю, хотел бы ты принять участие в танцах со звездами. И вообще, было ли предложение? Не было. Но вы бы приняли бы участие? Не знаю, надо подумать. Танцы любите? Танцы люблю. Когда-то ходил с тверх лет. Помню, да, танцы. На Бали, наверное. Нет, не на Бали. Я на Бали ходила. А потом 4 года на хип-хоп, а потом на эстрадную хореографию. Нормально. Мы прям ездили, катали везде. Были такие маленькие туры, по конкурсам тоже ездили. Это было очень. Опыта хватает, да? Опыта хватает. Я не знаю. Хватает, не хватает. Посмотрим. Яна, а вы? Нет, я не танцующая особо. Я люблю танцевать на дискотеках. Но вот мне не нравится, когда мне четко ставят танец. Но я прыгаю на сцене, танцую на сцене и танцую на хореографии. Если танцевать, то хочется танцевать... Душой. Да. По желанию. Вопрос, наверное, приходил тоже очень часто, и вам его часто задавали. Хочешь ли ты поехать на Евровидение второй раз? Я? В данный момент нет. Мне хватило. Так же, как я не хватил конкурс, тоже свой. Мне хватило своего конкурса. Еще такой вопрос. Стоит ли к этому конкурсу относиться слишком серьезно? Нет, абсолютно. Как уносится в нашей стране? Нельзя. Потому что каждый год скандалы, интриги. Ну, я думаю, вы сами помните. Абсолютно нельзя к нему серьезно относиться. Тебе нужно просто знать свою песню, тебе нужно знать свою постановку. Тебе нужно очень сильно любить то, чем ты занимаешься. Выйти и кайфануть. Но не более. Не думать о каком-то месте и прочее. Это все очень сильно мешает, отвлекает, навязывает левую мысль о конкуренции, какой-то нездоровой. Ты есть один, есть твой зритель. Я не знаю, я когда вышел, я вот рассказывал, для меня сцена на Евровидение в Португалии была много легче, чем сцена на соборы в Украине. Потому что нас слишком серьезно к нему относятся. И каждый пытается друг другу какую-то там что-то закидануть фразу, обидеть, что-то написать где-то, снять наклейку Мэловин со двери с гримерки твоей, от злости, когда кто-то не прошел. Поэтому, а там такого не происходит. Там бывает, там раз в год и палка стреляет, бывают какие-то моменты, когда там влили вином девочке платье, но это очень редкие истории на самом Евровидении, на большой арене. У нас такого много чего-то, такого негативного, какого-то слишком серьезного отношения. Ты артист, выйдешь сделать так, чтобы тебе все поверили и аплодировали истории. Просто другие страны как-то попроще относятся, для них это главное, они участвуют по принципу, главное участие. А у нас, если ты занял 17-е, 20-е место, ты уже там, куча оскорблений в твою сторону. Ну, нашим людям нужно научиться поддерживать своих. Вот у нас такого практически нет. У нас своих любят заклевать. Вот прошел отбор, выбрала страна самого главного представителя, любите его, дарите ему свою энергетику, свое добро. Он от этого будет сильнее, от этого он займет место лучше. А если что-то пошло не так, то это жизнь. А мне с этим повезло, потому что меня как раз обалденно принимали, встречали никакого грязного слова. Ну да, я про другого представителя. Это была обалденная поддержка, поэтому я как раз доволен и благодарен, что меня приняли здесь, после всего. Кстати, в этом году саннварин первый прошел в финал, так они были просто счастливы, что просто попали в финал. На, на, на. Я зашел сончик такой. Да. Вернешь ли ты когда-то белую линзу? Не знаю. Иначе когда я говорю да или нет, потом все происходит наоборот, поэтому не знаю. Ну да. Планируешь ли... То, что пишет ее правильно? Ну конечно. По нам он не подходит точно. Планируешь ли... Планируешь ли в ближайшие месяцы вернуться с концертами Беларуси и Германии, как было в прошлом году? Да хотелось бы. Ну мы думали об этом, да, и говорили. Вот какая-то информация. У меня же теперь есть сайт melvinmusic.com Там можно зайти, открываете сайт и сразу первая картинка у вас список дат, поэтому можете зайти посмотреть. И мерч теперь тоже там продается. Вопрос с Яней. Можешь ли ты назвать себя счастливой? Да. Что для тебя значит счастье? Определенно могу назвать себя счастливой, потому что на данный момент я поняла, что самое главное это быть счастливой в моменте. Это ощущать удовольствие от того, что ты делаешь. Это вкладываться в то, что ты делаешь с любовью. Ну и для меня еще, конечно, ощущение счастья я получаю, когда у моих друзей и близких все хорошо, несчастливые, довольные и все любят друг друга. Но счастью нужно учиться. Оно просто так не приходит. Нужно задаться желанием и целью его ощущать прежде всего. Мел, какой из трех твоих клипов нравится тебе больше всего? И над каким клипом было тяжелее работать? Больше всего. Больше всего мне нравится ты. На втором месте мне остается с тобой в 180-й годе. Потому что... Не знаю почему. А, кстати, почему? Вот я сразу могу ответить. Потому что в этом клипе было жарко, а в 180-й годе было очень холодно. Поэтому с крайностью крайность, да. Это два любимых клипа сейчас в мире. Хотел бы ты вернуться на X-Factor в качестве участника или занять кресло жюри? Ну, вы включаете потом с тобой осенью и вы все посмотрите. А, так вы возвращаетесь, да? В элликотувернение. Вопрос Яни. Возможно ли девушкам с не очень заметным шрамом стать моделью? Конечно. Знаете, когда я становилась моделью, мне кажется, у меня шарма совершенно не было. Но у меня было огромное желание это сделать. Шарма или шрама? Шрама. Шрама? Да. Шрама, видишь? Шрама? Да. А, я думала шарма. Боже мой, ну шрам, я думаю, вообще не помешает. И сейчас есть тональный крем и любая косметика. А если девушка хочет стать фотомоделью, то тем более это не проблема, есть фотошоп. Поэтому вперед с песней. Главное желание. Вопрос Меловин. Был ли у тебя страх сцены? И как ты с ним боролся? Нет, не было. И как ты можешь посоветовать с ним бороться? Самый частый тоже вопрос. Никогда не было страха сцены. Я переживаю перед выходом. Самый для меня болезненный момент это стоять за кулисами уже прям вот в щели, в проходе на сцену. Это отвратительное ощущение. Оно очень напоминает разговор, знаешь, когда тебе там мама или папа говорят, типа, ну зайди, пожалуйста, в комнату. И вот этот вот ком в горле стоит. Вот такое же ощущение перед выходом на сцену. Как только я переступил этот порожек, я уже вышел, я включился, и я больше ничего не боюсь. Мой зритель и есть я. Никакого страха. А как бороться? Я честно, я не знаю, как бороться. Потому что я не ощущаю это. Я могу сказать. У меня очень большой был страх перед сценой, и разговаривать с чужими людьми, особенно когда есть камеры, и выходить на сцену, когда очень много людей. Но нужно понимать и думать, что они точно такие же люди, как и вы. Никто не желает вам зла, никто не хочет вас увидеть, поэтому выходите и открывайтесь миру. Нужно очень спокойно. И вообще любая ситуация, которая очень волнительная, нужно ее значение как бы снивелировать. Что это не самое страшное, что произойдет в вашей жизни сейчас. Ну попроще просто относиться, да? Да, прощайтесь. Кстати, в рояле страшно было лежать? Нет. Нет, страшно было то, что он закрывается и не откроется. О боже. Холостофобия, да? Нет, холостофобии прям такой жуткой, никакой нету. Просто у меня была кнопочка в рояле. Если вдруг эти двери не открываются, то я могу стукнуть по кнопке, и двери автоматически откроются сами. Но мне никто не сказал об этом. Никто не сказал об этом. Я когда уже приехал в Украину и прилетел, мне сказали продюсеры Евровидения, сказали о том, что там была кнопочка, если что, то можно было открыть. А почему вы мне об этом сказали? А это потому, что не сказали, потому что ты испугался и понял, что в какой-то момент случайно тебе показалось, что двери не открывались, ты бы постоянно стучал на этой кнопке. Какой-то супермен. Сцены не боишься. Холостофобии нет. Так, я это просто воспринимаю как шоу. Я не знаю, типа, ну... Во-первых, я не вижу себя в другой профессии. Во-вторых, когда я лежал в этом рояле, то для меня это было просто... все внимание на меня. Они сейчас открываются, это все поднимается. Я просто часть шоу. И я от этого кайфую. Да, это еще один рецепт. Чтобы не бояться, надо кайфовать. Кайфать! От того, что ты делаешь. Диана спрашивает вопрос Мелу. Почему ты стал такой серьезной? Где тот Мел, который постоянно шутит? Ну, здрасте. Мы выросли. Я очень сожалею, если люди не вырастают кто-то. Мы растем, мы меняемся. У нас меняются взгляды на жизнь. У нас меняются какие-то личные принципы. Это нормально. Когда первый раз зритель со мной познакомился, мне было восемнадцать лет. Сейчас мы двадцать два. Все равно что-то меняется у тебя. И в голове, и в подсознании. Это прекрасно и здорово. Поэтому желаю каждому расти. А шучу я часто в своих влогах. Не частых, но шучу. Смотрите влоги. Вопрос вам двоим. Как вы относитесь к хейтерам? Вам задавал этот вопрос уже. Я их люблю. Я тоже, я люблю вообще всех людей. И опять же повторюсь, что я считаю, что все имеют право на свое изъяснение своей мысли. Но мне кажется, что люди должны более относиться ответственно к тому, что они говорят. И кажется, в Канаде уже уголовное преследование хотят вести за хейтерство в социальных сетях. Потому что не каждый человек переживет эти замечания, переживет эту злость. Особенно, если она необоснована. Я уже отношусь к этому спокойно, потому что я могу пробежаться, прочитать. Но я понимаю, что люди, которые это пишут, они меня не знают. Они не знают, что у меня в голове. Они не знают, что я думаю, чем я живу, как я себя чувствую. Как я себя чувствовала в момент этой съемки, в момент этого общения. Поэтому я понимаю, что эти мнения не объективны. А я считаю, что... Я бы отменил этот закон, который хотят внести. Потому что я считаю, что хейтерство и хейтеры это один из естественных отборов популярных, больших артистов, звезд и публичных деятелей. Нельзя по-другому без хейтерства. Потому что именно оно может тебя заставить как двигаться вперед, так и заставить тебя остановиться. А для тех, кто двигается вперед, то хорошо, что тут другое остается сзади. Поэтому это естественный отбор. Но хейтеры это тоже просмотры. Конечно, это огромная популярность. Нет хейтеров, нет популярности. Я их очень люблю. Иногда хочется их переехать просто машиной, а иногда я их очень сильно люблю. А потом понимаешь, как ты их любишь. А потом понимаешь, как же я вас люблю, ребята. Короче, ребята, вы нас ненавидите, но вы нам помогаете. Да, я научился. Потому что когда-то давно я из этого уже сидел, ревел, жаловался команде и прочее. Сейчас есть люди, которые настолько изысканно тебя захейтят, что ты сидишь и понимаешь, что ты вообще обалдел. То есть ты начинаешь воспринимать так глубоко, потому что слишком все красиво написали. А когда это просто чих-пых-фых, ну такое. Не воспринимают. Это же их единственная работа. Зайти в интернет и написать. А ты сидишь и думаешь, круто, ты сидишь людям, работам. Да, рабочие места. Да, рабочие места, хейтерство. Главное, чтобы без ошибок писали, а все остальное пусть пишут, да? Ну это хватит. Нана спрашивает, хотела задать такие вопросы. Что для тебя любовь, страсть и дружба? Веришь ли ты в любовь между мужчиной и женщиной? Это был вопрос для двоих. Ух ты, начнем с мужчины. Начнем с девушки. Верю ли я в дружбу между мужчиной и женщиной? Я думаю, да, верю. Особенно на работе может быть такая дружба. Пока этого хочет девушка. Чтобы это была дружба. Я не знаю, наверное, были случаи, когда я была подругой с мужчиной. Только друзьями и все. У вас много друзей мужчины? У меня? Нет, немного. Сейчас очень мало. Она возможна, это дружба. Но я же говорю, как кто-то сказал, не помню в том, где-то я услышал эту фразу. Дружба между мужчиной и женщиной до тех пор, пока женщина сама не решит, когда это будет дружба, а когда будет любовь. Поэтому вот так. Это не вопрос. Я пишу, ты знаешь, что песня «Автай» попала в ротацию азербайджанского радио. Поздравляю. Да, и не только азербайджанского. За это прям огромное спасибо. Мы сейчас попали в рейтинг, забывая постоянное название. Если та именно помнит это название, то я скажу, озвучу. Какой? Понятно, мы сами не знаем, какой это рейтинг. Короче, попали мы там в топ. На шестом месте песня «Автайджанского радио» в Украине. На шестом месте песня «Автайджанского радио» в ротации по Украине. И на девятом месте? Да? В международном радио. В международном радио. Скоро будет на первом. Это очень круто. Первое место мы заняли в чате «Автайджанского радио». Да, я видела. Это впервые, кстати. Впервые. Этой английской версии не будет, да? Нет, хватит. Они и так с ума сходили, почему было сначала двухоязычное, потом украиноязычное, потом начали писать. Мел, может ты что-то пишешь? Китайское, испанское, итальянское. Обязательно. Двуязычное очень нравится. Мне тоже. Мне нравится и та и та вообще. Да. Назови свое самое коронное блюдо, которое ты обычно всегда готовишь на празднике в кругу друзей семьи. Я? Уже для двоих. Давай. Мое самое коронное блюдо – это омлет. Нет, на самом деле, некоторое время у меня прям была такая вот очень сильная тяга к кулинарии. Я пошла, закончила курсы киевские, кулинарные. Я ходила на них три месяца. Потом я выготавливала всей семье каждое блюдо. Если кто-то его не успел попробовать, я готовила его заново. И вот после этого как-то это все… Тебе надоело? Да. Мне немножко надоело. И сейчас, когда я много занимаюсь работой своей, то у меня мало времени на то, чтобы подготовить. Но завтрак я готовлю всегда. Я вообще ничего не успеваю. Поэтому коронное блюдо – это омлет на данный момент. Я ничего не успеваю. Все время закупаюсь. Знаешь, такие есть баночки в больших торговых центрах с нарезанными уже овощами, фруктами и прочее. Это все, что… Чего? Ну, как-то нарезанные. Во-первых, овощи и фрукты – они не очень полезны. Из них выходят витамины в течение получаса. А сейчас начнется рубрика «Правильное питание. Грациология». Короче, я беру уже готовую еду, потому что я не успеваю ничего делать дома. Бывает, я вечером прихожу. Бывает, мне кажется, раз в три дня, когда мне хочется что-то приготовить. Последнее я приготовил в духовке куриные ножки. У меня утро было последнее приготовленное блюдо. Поэтому я ничего не успеваю. Я уже вообще хочу уехать в какой-то в обзор. Потому что я уже не удерживаю. Слишком много этот год принес всего хорошего. На больше хорошего. Но я уже устаю. Уехать на отдых на море, да? Ну, желательно на море, да. Но я понимаю, что он сейчас не будет того отдыха. Поэтому мне остается только дальше работать и пахать, и пахать, и пахать. Кстати, какую страну можете посоветовать для отдыха летом? Лето уже заканчивается, в принципе? Это зависит от предпочтения человека. Если он хочет на море, или он хочет узнать какие-то новые страны с культурной точки зрения, я имею в виду. Я бы посоветовала... Больше всего я люблю Европу, конечно. Очень сильно люблю Европу. А хорошее море эгейское. Мое самое любимое море. Самое красивое, чистое. А я не знаю, куда вообще ехать можно именно летом. Я знаю, куда можно ехать зимой. Куда? Ну, зимой, например, не всегда хочется в теплые края. А летом... С теплого в теплые не очень хочется. Если зимой куда-то летит в теплые края, то я, конечно, бы советовал побывать на Пхукете, на острове в Таиланде. Я туда обязательно еще вернусь. Мне там безумно понравилось. Особенно люди добрейшие. Да, очень доброе, Таиланде. Капункаут. 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 Почему снова перекрасился в черный тепл? Потому что хочется опять серьезности. Не знаю, какие-то внутренние изменения. Надоело, надоело. Слушай, во-первых, надоел уход за волсами, вечный, постоянный, беспонтовый абсолютно. Потому что твои волосы сжигаются. А вообще хочется черного опять. Я просто понял, что это максимально мое, мое, мое. И, кажется, нашел. Мне черного больше нравится. Спасибо. Ну, это то, чего хочется мне сейчас. Одностроение, да? А кто по мнению когда-нибудь? Агнешка спрашивает, на английском языке писал вопрос, вампир Меловин вернется? Нет, прям вампир, я вообще по жизни. Сам образ. Зачем возвращаться к тому, что… Все равно будешь видеть Меловин с черными волосами, с той же линзой. Ну, Меловин там нравится. У него меняется настроение и одежда. Есть. Вопрос для Яны. В современном моделинге изменились ли необходимы параметры тела для девушек или они остаются прежними? Да, мне кажется, что моделинг стал более лояльный, более гуманный к девушкам. И сейчас все-таки идет борьба с анорексией, слава Богу. Слава Богу, она успешная, потому что модели стали более округлыми, более такими аппетитными, что, например, мне нравится больше. Сейчас, кстати, показ Victoria's Secret, насколько я знаю, отменят в этом году, ну или пока идут споры по поводу его проведения, потому что они не хотят брать моделей пласт-сайз и не хотят пока уступать вот в тех самых параметрах, о которых идет речь. Я думаю, что все-таки будет, потому что это мой все-таки самый любимый показ. Кстати, а бодипозитивы поддерживаете? Я поддерживаю, смотрите, я поддерживаю бодипозитив с той точки зрения, что человек не может изменить недостаток или не хочет его там изменить этот недостаток. А если человек откровенно как бы тоже насилует свое здоровье тем, что он переедает, тем, что он абсолютно не хочет двигаться, заниматься спортом, это, мне кажется, другая крайность, которая опять же негативно сказывается и на его жизни, и на долголетии, поэтому я против такого. А если человек, у него есть какие-то, не дай бог, увечья, дефекты, конечно, он должен принимать его таким, как он есть, и любить себя. Ну, если дефекты нельзя исправить? Да. А если их можно исправить? Ну, или если он любит. Вот, например, кому-то вот эти споры тоже из-за внешности, у каждого свои понимания красоты. Если для кого-то очень большой нос, он очень красивый и нравится там человеку, конечно, пусть он с ним ходит. Мне раньше не раз, потому что он не агробатый, а сейчас я его очень сильно полюбил. Вот я, за будет позитив. Ульяна прислала 93 вопроса. Ого! 93. Я прочитаю несколько, потому что многие уже повторялись. Чемпион по вопросам сегодня. Ну, да. Пять улюбленных спевач. Спевача? Ну, одну мы уже знаем точно. Гага, Сия, Адель. Пусть будет... Забываю постоянно ее имя. Как-то... Л... ЛП? Не-не-нет. Л... Не помню, короче. Пусть будет... Пинг. Пинг. Пусть будет... Заметил отделку все жизнеутверждающие. Все люди чуихи жизнеутверждающие. Сколько я назвал? Четыре назвали? Четыре. Ну и пятый пусть будет... Бьет? Да нет, я не так ее слушаю. Пусть пока будет четыре. Пятый пока не вспомню. Дивился последний клип Маруф. Маруф? Между нами. Да, смотрел. Как? Просто там делал... Есть дизайн вот сзади. Мой очень хороший знакомый. С которым я тоже сейчас работаю для некоторых декораций. Для презентации альбома. Поэтому, да, смотрел. Смотрел. Очень хороший клип. Мне было неожиданно просто песню на русском языке. Да. Другие неожиданно. Опа! Прикольно. Улюблений герой из фильмов Марвел? Из Марвел? Ну, не маю любимого героя. Дивился местных и финал? Мне нравится очень многих там героев, поэтому... У меня тоже. Дивился местных и финал? Кажется, да, смотрел. Вроде бы да. Какой ты смотрел фильм Марвел? Я не помню, это местники или нет? Да, был. У меня все их фильмы уже перемешались в голове. Я название книги запоминаю. Я не помню название, не помню даты и в принципе все. Они увлекательны. Да. Но мне нравится вся эта стихия Марвел очень. Далеко живете один від одного между командою? Между командою? А кто-то живет вместе со мной в районе нашем районе. Мы вообще там оккупировали уже командой район наш. Кто-то живет немножко дальше. Но в принципе типа мы все в одной такой куче. Разъехались, но в куче. Хочешь купить машину, если так, то и куп? Да, хочу. У меня много любимых марок машин. Белли. Из тех, которые я очень сильно хочу. Я хотел умер из класса. У меня была возможность его приобрести. Но папа любит испортить малину. Я пригласил независимых экспертов оценить состояние машины. Она была вся битая-перебитая. Была очень красивая снаружи. Я расстроен очень. Но папа меня уберег абсолютно от покупки. Поэтому пока что я поберегу финансовый альбом. И на съемки. Ты до сих пор жуткий собственник? Я вообще по жизни собственник, конечно. Ко всему. Меняешься одежда с друзьями, или просто купуете одинаковые? Мы покупаем очень часто одинаковые, потому что мы ничего не согласовываем. Если я еду с администратором за покупками, в это время может Лука поехать. Наша команда и Тёма все разъезжаются. Мы покупаем какие-то одни и те же вещи. Потом я психой. Потому что не надевайте эти вещи, пожалуйста. Можно я первым их надену? И потом появляются мысли, что мы меняемся одежды. Нет, ну это странно. Я не очень такого люблю. Это все мода. Из-за того, что идет одинаковый отель, и все одеваются одинаково. Нужно ходить в ателье и шить одежду. Поэтому у меня вся станическая одежда, вся пошитая в ателье. Все вопросы уже повторялись. Поэтому завершающее слово для поклонников. И мы разыгрывали еще подарок, да? Яна, за лучший вопрос. Какой это подарок? У меня для вас есть платье. Платье прямо? Да, вот такие. Я хочу подарить девушке, которая задала самый интересный вопрос. Если это парень, то что делает? Я имени не помню. И мне очень понравился вопрос про счастье. А имени я не помню. Ух ты. Прикольно. Да. Ну, его очень хорошо видно на моей странице. Поэтому я надеюсь, что он вам принесет радость. И то же самое счастье. Как зовут этого человека? Это вам далеко нужно искать. Да, очень далеко. Мы найдем вас. Ну, главное шекпоинт. Надеюсь, да. И пожелания, да? Напоследок. Пожелания? Да. Для тех, кто задавал вопросы. Начинай. Пожелания для тех, кто задавал нам вопросы. Спасибо вам большое за ваши вопросы. Это опять же у меня новый опыт в моей жизни. Такая большая длительная конференция. Мне очень понравилось. Я всех люблю, обнимаю. Спасибо вам за то, что вы есть. А я желаю каждому лично своего роста. И хочу, чтобы каждый не забывал, кем он является. И все больше и больше уделял времени не другим людям, а хотя бы чуть не забывали про себя. Про свой рост, про свою самооценку. Про то, что ты можешь, например, сделать для себя и для мира в целом. Поэтому любите себя и растите. И будьте счастливы от того, что вы делаете. Спасибо. Да.